Привет, друзья! Подписки мои, а мы продолжаем говорить про волчки Бейблэйберст. Уже пятый год не прекращаются наши разговоры, и это хорошо, потому что фан-база ваша остается довольно большой и преданной. Это приятно. Сегодня узнаем, насколько хорош Роктавор, если, к примеру, взять его на турнир без сборок. То есть стандартные его сборки, три детали, самый простой, самый топорный, но при этом сам один из самых сильнейших волчков на планете Земля. Итак, первый соперник, его, наверное, сразу жесть, пойдем сразу по хардкору. Это Проминенс Валкирия, все-таки довольно интересный, интересный, любопытный волчок. Посмотрим, что Роктавор сможет сделать с ним, потому что, к сожалению, у Роктавора есть маленький-маленький нюанс. Особо прокачать его не получится, не поменять в сторону, ничего. Но, в принципе, в принципе, он одолевает данного персонажа. Это неплохо, это уже хорошо, Роктавор довольно-таки мощавый парень. Мы двигаемся дальше, у нас Проминенс Феникс оригинальный, красного цвета. Опа, посмотрим. Ага, 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 хорошо. Пока Роктавор боится Феникса, немножко он убегает. Не то, чтобы он прям совсем-совсем-совсем боится, но в целом, как будто бы ему немножко напряжно драться против Феникса. Но ничего страшного, мы только начали ролик. Пока что я вижу победу за Роктавором. Друзья мои, ну слушай, победил двух сильнейших, это явный бонус, плюс, с этим, он турнир по Бэйблэйду. Но, вы меня спросите, ты говоришь про турнир по Бэйблэйду? А какой, а где, а что, да вы не знаете. Представляем наши тесты Роктавора. Роктавор у нас победил уже двух сильнейших, поэтому предлагаю пойти дальше и взять легендарного астрального Спригана. Попробуем. Вот здесь могут быть проблемы, потому что Сприган выше, Сприган больше по диаметру, Сприган тяжелее, Сприган вращается в левую сторону. Но, в принципе, Роктавор, если он не лопается, то он довольно-таки мощно держит удар. И это здорово, это хорошо, действительно необычно. В принципе, они бьются на равных, и, возможно, даже Роктавор, ну вот, ничья. Как вы думаете, кто выиграл, помешите в комментариях. Причем этот почти сокрушился, и, кстати, Роктавор тоже почти сокрушился. Но неплохо, неплохо. Предлагаю еще провести тест против Бёрсту Спригана, тоже весьма интересный бой-бой будет у нас. Это я вам гарантирую. Опа, Роктавор соскочил. Итак, Роктавор наподдает Спригану. На самом деле, все так и планировалось, очень хорошо он ведет себя на арене. Роктавор показывает себя блестяще, блестяще. Потому что, ну, реально мощный, мощный. За столько лет, конечно, он качнулся и добивает. Ну, я уже говорил, что проблема этого волчка непосредственно в его драйвере. Надо менять драйвер, и тогда все будет отлично. С другой стороны, у вас не может быть, может быть такая ситуация, что у вас не будет сильного драйвера под рукой. Но у вас при этом может быть, к примеру, Астрал Сприган. Поэтому, вместо, да, Бёрсту. Поэтому берем его. Ну, хорошо. Попробуем протестировать против этого персонажа. Как здесь у нас дела обстоят. Кто посильнее? Биринг или Роктавор? Я имею в виду, Биринг прям чисто драйвер, а не полноценного этого волчка. Ну что, ну пока неплохо. Там наклейка, я вижу, он отлетает от этого Юпитера. Ура, ну все забыл, что его зовут. Ну да, 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 здесь все понятно. Хотя и Ахиллеса проиграл в прошлом видео этому парню. Ну интересно, неплохо. Хорошо, предлагаю двигаться дальше, посмотреть, что у нас еще есть в Теремочке. К примеру, Дракон. Дракон очень слабый волчок. Ну, даже дадим ему фору, запустим вторым. Ну, вдруг, как бы, этот волчок есть в ростере Вейблейдов. Поэтому вы мне пишите, что ты зря гонишь на Гэтлинг Драгона. Он самый лучший, побеждаем всех во дворе. Ну, поэтому давайте не будем его реально лучше. Ну, я думаю, здесь все очевидно. Гэтлинг Драгон полный отстой, к сожалению. Да, красивый, да, интересный. Но, к сожалению, полный отстой в плане битв. Я не вижу смысла вот покупать волчок и стараться изгаляться делать с ним сборку. Потому что, ибо, а зачем? То есть, типа, нет, сборку, я считаю, нужно прокачивать сильного, чтобы он был еще сильным. А покупать слабого. И ты знаешь, то же самое, что купить семерку, поставит мне двигатель от Атам Мерседеса. Как бы, смысл-то какой? Причем, в данном случае, на самом деле, тут даже экономии не пахнет. То есть, они и Роктавор, как раз-таки, и Дракон стоят плюс-минус одинаковых денег. Поэтому, как бы, тут смысла вообще не вижу. Итак, у нас Роктавор против брата Гелиуса. Красный атакующий. Тоже не самый великий представитель своего рода бейблейдов своего сезона. Но атаки у него, в принципе, неплохие. Да и драйвер любопытный. Разве что, для победы над Роктавором этого мало. Поэтому, друзья, Роктавор это топ. Слушай, у меня под рукой еще есть Бахамут. Я хочу найти Фафнира, но пока у меня не... А, забыл. Хочу найти Фафнира. Где-то он должен быть в коробке. А где он? О, я забыл про Рафаэля. У нас же еще есть хороший парень. Ну, теперь белый, понятно, что нет. Слушай, прикинь, не могу найти Фафнира. Да вы что? Ще. Я даже от боя отлегся. Фафнира не могу найти. Ну, вот такая битва. Ну, это нормально. С тревосторонним это, в принципе, отличная история. По крайней мере, играем до победы. То есть, типа, на долю секунды, но победа. Грэйтес, Рафаэль. Летс го. Где Фафнир, а? Щас, ребят, я просто хочу это сделать. А, вот, нашел. Ее, народ. Фафнир! Фафнир! Итак, у нас странный, тихий, спокойный, неторопливый бой. Рактавор против Рафаэля, который поднимает свою сумочку. Но это интересно. Посмотрим, это будет что-то действительно необычное, интересное для вас и для меня. Поэтому здорово, здорово, здорово. Я такое люблю. Это всегда прекрасно. И бейблейды замечательные. Да, Рафаэль, конечно, очень сильный. Я бы сделал еще про него отдельный ролик, что он прям топ для турнира. Но, к сожалению, все-таки он сильный, он мощный, он побеждает. Да, но все равно, он чуть-чуть слабее. Понимаешь, в общей массе мы берем победы. То есть, допустим, Рактавор одолевает десятерых, Рафаэля восьмерых. Рафаэль очень сильный, но, к сожалению, восемь это не десять. Ну, я так примерно говорю цифры, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Итак, у нас еще один бой. Фафнир против Рактавора. Посмотрим, чем кончится дело. Безумно интересно. Безумно хочется узнать, что здесь вообще происходит. Итак, у нас довольно-таки равная битва. Рактавор против Фафнира. Они как будто бы два брата-близнеца. Даже по размеру примерно похожи. Хотя все равно, Рактавор самый маленький по размеру и по диаметру Бэйблэйд в Бэйблэйде на данный момент. Но, в смысле, вот в этом сезоне. Но как будто бы его размер не влияет. То есть, когда на турнире, я вижу, приходит у нас там, когда бывает группа десять лет и старше, да. Бывает, приходит здоровый пацан. Бывает, приходит маленький там, десятилетний, а здоровый пятнадцатилетний. Вот, родители бывают возмущаются, мол, как так? А я объясняю, что размер Бэйблэйде не главное. Главное умение, мастерство. Ну и, конечно, оригинальная опускалка. Это сто процентов, кто бы вам сегодня говорил. И, конечно же, ну, лучший оригинальный волчок. Хотя, и с подделки можно сделать круто. Разве что минус подделки, что во время битвы могут подваливаться детали. Как у нас было с предыдущей версией Рактавора. А, подожди, или с этой версией. Да, точно. Эта версия Рактавора от Флейм просто буквально разлеталась во время битв. То есть, я когда играл, у нее просто вот эти вот штучки. Здесь снизу у оригинала, видишь, два блокиратора металлических есть. В подделке он один, ну, как бы тут там два. Один держит, второй блокирует. Но вот этот, который первый, он вылетает просто сразу через пару битв. Ну, как бы повезет. И эта штука начинает дико болтаться. Поэтому Рактавора от Флейм, конечно, лютая жесть. С другой стороны, если заранее их отломать, прокачать драйвер, то это очень сильный волчок. Ну, и, в принципе, так, аратомик, конечно, повеселее будет. Вот такое у нас сегодня было видео. Надеюсь, смысл вам понятен. Ссылка в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok